Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире цикл передач «Вспомнить всё». Сегодня мы вспоминаем культурные события ушедшего года. В 2014 год президентом России был объявлен Годом культуры. Также он совпал с 75-летним юбилеем города Новошахтинска. Сегодня у нас в студии Нина Григорьевна Коновалова, начальник отдела культуры администрации города Новошахтинска. Здравствуйте, Нина Григорьевна! Здравствуйте! Нам очень приятно, что вы пришли к нам в студию. И мы бы хотели поговорить о тех культурных событиях, которые происходили в 2014 году. Зимние мероприятия были яркими. Это Масленица, русская зима, это наше Рождество, крещенские купания. Очень массовым обычно всегда и любимым жителем нашего города является Масленица. Поздравляю с Масленицей! Приходит очень много жителей, приходят с детьми, всегда водят хороводы. Всегда самым ярким и впечатляющим это сожжение Масленицы, которое проходит в завершении всего этого мероприятия, которое говорит об окончании зимы, наступлении светлых и весенних дней. И в этот день всегда вместе с нами много предпринимателей города, которые участвуют вместе с нами, помогают в организации этого мероприятия, зимнего, любимого жителями нашего города. Приходу гостей подготовились основательно. На площадке городского парка, украшенном разноцветными флажками и шарами, установили прилавки с пузатыми самоварами в окружении баранок и гор золотистых блинов на блюдах. В центре горделиво возвышалась в светлом сарафане краснощекая чучела Масленицы. Зардевшись от удовольствия, она наблюдала в течение всего гуляния за тем, как ряженые угощают гостей свежеиспеченными блинами с горячим чаем, как водят вокруг нее дружные хороводы. Когда объявили конкурс на перетягивание каната, никто не остался в стороне. Ребята крепко взялись за дело, да быстро сладить не смогли. И под общее веселье победила дружба. Не так-то просто оказалось влезть на столб и получить заветный приз. Смельчаков ждали ценные и нужные подарки, среди которых был и красавец-петух. Хоть и любит Масленица развеселые гуляния, да пришла пора расставаться до следующего года. С некоторой грустью подожгли чучело. Ведь на Руси обычай есть. Надо Масленицу сжечь, чтоб тепло ее костра. Наша милая весна всей душою ощутила. К нам на праздник поспешила. Организует это мероприятие городской дом культуры и клубы. Всегда хоровые коллективы. Во время друзей зовем, будем вместе вместе. Зимние мероприятия проводятся. Крещенские купания участвуем. Мы всегда в них. Плюс русская зима проходит. В городах и селах. И никогда бы не знали мы этих дней веселых. Русская зима пела и плясала в городском парке культуры и отдыха. В этом году праздник совпал с днем рождения Новошахтинска. Издалека были слышны шум и веселье. И чего тут только не было. Конкурсы, угощения, соревнования. Герои народных сказок, добрые молодцы и красные девицы приглашали и взрослых, и малышей поиграть. Скажите, такие массовые мероприятия, организовать, сложность, наверное, все равно в чем-то есть. Или наоборот. Расскажите именно об организации. Вы знаете, массовые мероприятия организовать, наверное, все-таки непросто. Но их, когда видишь результат уже выполненной работы, это приносит большое удовольствие. Всегда в организации мероприятий принимают многие учреждения культуры. Это и клубные учреждения, это библиотеки, это, конечно, парк, где проходит массовое мероприятие. Это и музеи, если какая-то историческая справка нам нужна. И, конечно, преподаватели и учащиеся наших школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Это детская музыкальная школа, детская школа искусств и детская художественная школа, которая всегда организует выставочные различные мероприятия. Всегда вместе с нами органы правопорядка организуют нам спокойное проведение всех мероприятий. Это наша полиция, это наши казаки. Всегда вместе с нами средства массовой информации. Это вы, это знамя шахтера, которые информируют, рассказывают жителям нашего города либо о предстоящих мероприятиях, которые будут проходить, приглашают типа анонса, либо уже по итогам о проведенных мероприятиях, о самом мероприятии, об участниках. А что-то необычного в этом году было по сравнению с прошлыми годами? В этом году были организованы и флешмобы Дед Морозов был у нас. Поднимите руки вверху и до неба дотянитесь, а потом вперед ногнитесь и носком своим коснитесь. Ты вот ниже нет планете, низко-низко приседайте, и теперь до самой ночи бодрый годится жига. И была организована резиденция Деда Мороза, которая тоже полюбилась маленьким жителям нашего города. Она работала практически все зимние каникулы, и можно было сфотографироваться, пообщаться, получить подарок. А чья была идея? Идея была городского дома культуры и клубов. Это вот у нас там есть молодые наши девчонки, которые работают, трудятся в нашем учреждении. У них много новых идей. Скажите, а у вас есть какие-нибудь внештатные сотрудники, которые вам тоже активно помогают в организациях мероприятий? Есть. Мы сотрудничаем с молодежным правительством нашего города. Мы сотрудничаем с молодежным парламентом нашей Новошахтинской городской думы и как раз с Александром Рязановым, потому что мы сотрудничаем с отделом по работе с молодежью, с отделом образования сотрудничаем. В целом, когда совместные усилия есть, идеи воплощаются в жизни, получается довольно-таки интересное, яркое и остающееся в памяти мероприятие. Перед 9 мая вы объезжали памятники боевой славы. У нас есть также сюжеты на эту тему. Давайте вспомним, как это было. В Новошахтинске 8 братских могил и 16 памятников. И каждый из них требует к себе особого внимания. Со временем все разрушается, и чтобы памятники были в должном состоянии, они нуждаются в уходе. Во время факельного шествия братская могила является основным местом, где проходит митинг. У реки Бугултай находится захоронение мирных жителей, расстрелянных в годы войны. Их свозили сюда в один большой ров. И по разным данным, в могиле похоронено от 1000 до 3000 человек. Городской мемориал «Раненый солдат» всегда был символичным и торжественным. Но и он нуждается в реставрации. Каждый памятник, либо братская могила, требует наведения порядка. Везде нужно обновлять краской бордюры, подсадить цветы и в общем приложить руки, чтобы память о героях была жива. Нужно делать это постоянно, каждый день, чтобы живущие ныне знали об этом. Благодаря управляющим компаниям, благодаря волонтерам, жителям нашего города, наши памятники, при участии, конечно, главной администрации города, наши памятники приводятся в порядок. Всегда очень активен и помогает Галиулин Шамиль Аглевич, это и Синябкин Сергей Федорович, это и управляющий Егоров Яков Иванович. Это все управляющие компании, которые находятся на поселках, они всегда, никогда не безразличны к тем местам, где должна и есть память, которую нужно хранить и сохранять. Поэтому вот я думаю, что они в приличном удовлетворительном состоянии находятся. Сейчас в бюджете 2015 года по инициативе мэра города, в первую очередь запланированы средства на приведение памятников в порядок. Кроме того, депутатами законодательного собрания из резервного фонда области выделены средства для приобретения латунной звезды. Это в городском парке культуры и отдыха, где горит вечный огонь. Поэтому в начале весны мы будем монтировать средства, также заложенные в местном бюджете администрации города на эти цели, как бы тоже предусмотрено, это радует. Будет приведено все в порядок, будет очень свежий, красивый, новый вечный огонь. 2014 год является юбилейным годом для нашего города. Это 40-летие детской художественной школы, 60-летие детской музыкальной школы. Давайте посмотрим сюжеты. Вот она была музыкальная школа. Вот к ней же сделали привязку новой школы, решили сохранить вот это, вот начало, видите, вот как бы вот этот кусочек, а к нему потом привязалось. Тут у нас и готика, тут и все. В 54-м году открылась школа, в 54-м. 60 – это число неизменности и твердости, несущее в себе богатейший опыт. Именно такую весомую дату с размахом отметила детская музыкальная школа. В зале не было ни одного свободного места. Собрались все друзья школы, что называется «От мала до велика». В качестве почетных гостей на празднике присутствовали представители администрации, ветераны труда и педагоги. Открыл праздничный концерт сводный хор учащихся и педагогов. Со сцены в адрес юбиляра звучало огромное количество теплых и добрых слов. Учащиеся детской музыкальной школы во главе с педагогами несколько месяцев готовились к этому большому празднованию. Хореографические коллективы разучивали новые танцы и специально для них шили новые костюмы. Со сцены звучало высокопрофессиональное пение, а игра музыкантов просто завораживала. Приятно и то, что в рейтинге школ по Ростовской области Новошахтинская детская музыкальная школа занимает первое место, а по аккредитации имеет высшую категорию. И все это благодаря талантливым педагогам и прекрасному директору школы Нине Максимовне Соколовой, которые были отмечены дипломами и благодарственными письмами за многолетнюю деятельность и огромный вклад в развитие школы. И вот теперь детская музыкальная школа выросла до высочайшего уровня. Дети ездят на различные фестивали, конкурсы, привозя исключительно призовые места, позволяющие им представлять Россию за рубежом. Ее по праву можно назвать настоящим храмом искусства. Почетные гости, цветы, подарки – и все это в адрес любимой детской художественной школы, которая исполнилась 40 лет. Это удивительный возраст, рубеж, когда за плечами богатый опыт и в то же время возраст полный сил и расцвета. Наша школа, вот знаете, даже нет никаких сомнений. Она самая лучшая, она самая лучшая не только в городе, она самая лучшая в области. И об этом говорят результаты вашего участия во всевозможных конкурсах. На празднике вспоминали историю возникновения школы, а также всех, кто стоял у ее истоков. Лучшим педагогам и работникам художественной школы дарили цветы и грамоты. Коллектив школы во главе с директором – люди, несомненно, творческие, талантливые, отдающие себя без остатка своей профессии своим детям. Результат их деятельности – это масса удивительных работ. Более полутора тысяч выпускников, причем многие из них стали известными художниками, педагогами по живописи и просто хорошими людьми. Праздник проходил в зале картины галереи, поэтому все приглашенные могли наслаждаться уникальными работами, сделанными педагогами и выпускниками школы. Есть этот огромный труд, плоды нашей работы – это работа нашего коллектива, не только педагогов, но и всего коллектива, который живет в этой школе, болеет за нее. Пожелаем художественной школе долгой и счастливой жизни, творческого развития и хороших учеников. Юбилеи подводятся итоги обычно, и поэтому, вспоминая на всех торжественных мероприятиях жизнь, мы увидели, сколько много сделано, сколько много отдано, сколько много преподавателей, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Большое им спасибо, ветеранам, за тот вклад, который сделан, был ими сохранение вот всего этого богатства, именно, знаете, как вот музыкальное, именно сохранение вот в этом году, год объявлено, 175 лет, в следующем году Чайковскому. И очень здорово, что нашими школами, вот художественной школой, также и в 40-летний юбилей ее, и сейчас вот проведен городской конкурс «Спящая красавица», второй этап будет в 2015 году. Именно композиторы, великие русские композиторы, потому что культура и искусство, они все-таки теплятся на, вот душа человека, она все равно на какой-то истории, на величии музыки, творчества, живописи, именно российской. Поэтому очень здорово, что в нашем городе есть такие школы, и именно школы, которые имеют уже 40-летние юбилеи и 60-летние юбилеи. Я думаю, что выпускники этих школ гордятся школами, тем более эти школы, наши школы, перешли на предпрофессиональное обучение, которое востребовано, и в этом году более активно дети пошли на предпрофессиональное образование. У нас есть общеразвивающее и предпрофессиональное. Предпрофессиональное — это более сложные программы, более высокое качество обучения и более высокие требования, вот как бы я так сказала. На наших музыкальных площадках много организовано конкурсов, каких-то фестивалей, песен, танцев. Вот для чего это нужно? Вы знаете, вот каждый конкурс, он уникален и своеобразен по своему как бы названию, но цель одна — это привлечение как можно больше детей наших, наших учащихся и жителей нашего города к участию в культурной жизни и показать вот ту красоту и величие того, что делается и создается, познакомить с творчеством, сохранить вот это вот, донести до жителей нашего города, ну и, конечно, как бы приумножить все те народные традиции, есть и в народном стиле наши конкурсы, народные традиции, показать преемственность какой-то народной культуры, либо городской культуры там, вот до наших жителей города. В этом году на самом деле прошло очень много фестивалей, это и «Зажги звезда родного города», это и «Игрушки на елку делаем сами», и сейчас мы этим опять занимаемся. Это и фестиваль «Покрова на Дону», это и фестиваль по Чайковскому, как я сказала уже, это фестивали, которые, вот, субкультур, которые прошли в клубе поселка Кирова, фестиваль, который востребован нашей молодежью, потому что во время недели большой профилактики мы провели это мероприятие, оно оказалось масштабным, и мы много нашли новых, вот, допустим, ансамбль «Норд», который сейчас с нами вместе, он был в спортивной школе, мы увидели тех, кого где-то, может быть, когда-то не увидели. Вот, я думаю, что вот главная задача фестиваля, вот, организовать, обобщить, привлечь как можно большее количество участников. И я знаю, что ваш отдел культуры не только заботится о развитии молодого поколения, но также заботится о тех людях, которые уже на пенсии, у которых много времени свободного. То есть у нас по клубам есть какие-то хоры, какие-то ансамбли. Да, вы знаете, зачастую радует, что кроме молодых, ребят, которые любят наши клубы, приходят и поют, и играют, и очень много сейчас уличных танцев, хип-хоп, и рэп поют, и много направлений. У нас много есть людей, которым интересны клубы по интересам в наших клубных учреждениях. Это и бисероплетения, это и хоровые коллективы, вокальные группы, и трио, и дуэты, и много-много разного. И хочется сказать именно о хоровых коллективах, которые на общественных началах приходят, поют, выступают на всех городских мероприятиях, любят выступать. И вот отдают душу жителям нашего города. У нас три хоровых коллектива имеют звание народного. Это кундрючане, олимп и истоки. Это хорошие хоры, которые востребованы, любимы жителями нашего города. Они интересны, они регулярно пополняют свой репертуар, они знакомят жителей города и с казачеством, и с народными традициями. И исполняют и современные песни, кроме всего, и молодежные. Поэтому молодежь их тоже у нас любит. Ну и все кружки по интересам, те, которые у нас работают, их много, они востребованы. И всегда радуешься, когда приходишь в клуб и видишь, что там есть желающие пообщаться, попеть, вышивать. Либо просто поделиться какими-то рецептами консервирования, либо еще каких-то там приготовлений блюд в домашних условиях. Потому что самое главное — это общение. Общение многим не хватает. Кто, может быть, потерял близкого какого-то своего человека, дорогого, ему необходимо полечить душу свою, пообщаться. Ну и просто исполнить. Вот у нас, я с большой гордостью горжусь, что у нас есть даже хореографический ансамбль, который исполняют на наших мероприятиях тоже. Это взрослые наши уже такие дамы, которые в интересных костюмах исполняют танцевальные номера. Это тоже очень здорово. Поэтому это пример подрастающему поколению. У нас есть сюжет «День работника культуры», который проходил в детской музыкальной школе. Давайте посмотрим его. День работников культуры на Вашахтинске отмечают 400 прекрасных специалистов. Музыканты, художники, работники парка и музея, организаторы праздников и концертов. Даже в самом маленьком поселковом клубе кипит жизнь и рождается народное творчество. Хеллоу, горожане! Ну что, давайте знакомиться. Я московский режиссер. Привет, привет! Я буду у вас ставить небольшой перформанс и инсталляцию. Чего? Ну праздник массовый будем с вами делать по-модному, по-столичному. Кстати сказать, эту инсценировку команда города представляла на третьем областном слете работников культуры. Где заняла почетное первое место. Вот и мэр города по достоинству оценил творчество работников культуры на Вашахтинске. Всех вас с праздником! Всех я вас очень люблю! Всех вам здоровья, счастья, успехов, удачи, всего самого-самого лучшего! Игорь Николаевич вручил благодарственные письма лучшим работникам культуры города. Своих коллег от всей души поздравила начальника отдела культуры Нина Григорьевна Коновалова. Отметив труд даже тех, кто регистрирует почту, составляет финансовые отчеты и наводит чистоту. Потому что только единой сплоченной командой можно добиваться успехов. В этот вечер звучали самые добрые слова пожеланий в адрес культурных работников города. Всем желаю удивительных открытий. Пусть энергия все так же бьет ключом. Пусть побольше интересных будет мыслей. И будьте счастливы и в малом, и в большом. А выступления самодеятельных артистов стали подтверждением по-настоящему творческой работы педагогов, режиссеров, музыкантов, художников по свету. Зрители в зале были самые, что ни на есть понимающие – коллеги по творчеству. Вы там поздравляли, чествовали всех своих коллег. Что Вы можете о них сказать? У нас замечательный, большой, дружный коллектив работников культуры. И вот в марте 2014 года мы открывали год культуры, который был объявлен президентом. Провели торжественное мероприятие. В марте 2015 года мы будем делать закрытие года культуры. И я хочу сказать, вот людей, которых мы чествовали, наших уважаемых, дорогих коллег, они заслуживают громадного внимания и слов благодарности. Потому что работа выполняется всегда очень добросовестно, всегда к ней готовятся. Это такая трудоемкая, довольно-таки, чтобы провести мероприятие какое-то, либо подготовить ученика, каждый занимается определенное количество времени. Во-первых, это тематика, это выбор чего-то. Но люди, я, может, кого-то мы не наградили в прошлый раз, но я каждому хочу сказать слова громадной благодарности за ту работу, которая делается. Потому что многие, может быть, оценка нашего труда, она не видна. И главное, когда к нам приходит зритель, когда он аплодирует и говорит слова благодарности, это самая главная оценка нашего мероприятия. Поэтому люди заслуженные, уважаемые, которые трудятся добросовестно, профессионалы своего дела. Нина Григорьевна, продолжите, пожалуйста, фразу. Культурный человек — это? Человек, который любит свой город, уважает, уважает людей преклонного возраста обязательно, ценит все то, что создано до него, уважает богатство той работы, которая уже сделана до того. Культурный человек — это человек, который видит основы, фундамент жизни именно в чистоте слова, в чистоте окружающего мира, уважение к взрослому человеку и, конечно, большую любовь к искусству. Это как уже составляющая часть работника культуры. А культурный человек — это просто человек, который живет в нашем городе и знает историю, ценит ее, уважает народные традиции и делится, сохраняет преимственность, передает всю историю подрастающему поколению. Я предлагаю посмотреть, как на этот вопрос отвечали жители города Новошахтинска. Я культурный. Я никому не ругаю, ни плохой, ничего не говорю. Это я называю, это культурный человек. Ну, тот человек, который себя ведет не безобразный. Который себя ведет в адеквате. Который знает нашу культуру, историю нашу. Ну, так. Посещает, наверное, культурные учреждения, театры, конечно. Время сейчас очень такое современное, может, и некогда, но это надо посещать, конечно. Ну, который не оправдывается, что мое плохое поведение было, потому что мотивами оправдывается. Нет. Культурный человек, он всегда культурный, у всех случаев жизни. Вежливый. Особенно к старикам. Отзывчивый человек к старым людям, к молодым в том числе, потому что, если считают, что молодые не требуют уважения или культуры, то я считаю, что требуют. Поэтому и должен относиться ко всем одинаково. Читать больше книг, знать больше правил, помогать людям, заботиться о среде. Ну, естественно, что не мусорит, не раскидывает ничего, за собой может убрать. Культурный, не хамить, не обижать. Это тот, кто не курит, не мочукается, не пьет, не ведет себя нормально. Не оскорбляет никого никогда. В моем понимании культурный человек, это прежде всего, ну, внешний вид, опрятность, это первое. А второе, это чистота в доме, или сначала, вернее, чистота в душе, потом в доме. Культурный человек, ну, выражусь словами, знаете, одного американца, университетское образование, знание Библии без университетского образования, лучше, чем университетское образование, чем без знания Библии. То есть, в первую очередь, человек культурный должен хорошо знать Библию. Это без сомнения. Гражданином своей страны, который чтит традиции, и я считаю, что культура должна быть во всем, начиная от поведения и заканчивая поступками. Ну, такой и должен быть культурный человек, по-другому никак. Понимаете, и образованный, главное. В нашем городе есть драматический театр, и в этом году было очень много новых постановок, причем с привлечением заслуженных артистов, молодых режиссеров, постановщиков не только России, но и зарубежья. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу нашего театра, наших актеров? Театр — это учреждение, которое любимо нашими жителями нашего города, оно востребовано. Его посещают более 20 тысяч человек в год. Это говорит о том, что он любим. И не зря театр говорит, театр любит и ждет вас. В этом году очень много Асланы Николаевны поставлено, и ее замечательным, трудоспособным коллективом поставлено около, по-моему, 9 новых постановок. И что характерно, что многие из них направлены на детские постановки. Они работали в этом году вот в этом направлении. Они стали участниками, как вы сказали, многих фестивалей. Они были в Тольятти, они выезжали в Сочи. Они очень много работают. Их... Это один из лучших театров Ростовской области. И мы по праву им гордимся, этим нашим театром и его актерами, которые играют в этом театре. В театре вот такая атмосфера, создана атмосфера Ислана Николаевна, где актеры играют так, что говорят, что нет такой вот игры в других театрах, когда зритель, он находится вот, живет тем театральной той постановкой, которая создается. Поэтому огромное им спасибо за работу, театру Светлане Николаевне лично. Я думаю, что у них в следующем году еще больше новых идей, новых воплощений вот задуманного. Я думаю, что у них все это исполнится, что с ними работать будут актеры и режиссеры, не только вот областного уровня, но и за пределы. Потому что наш театр узнаваем, его знают, его любят. Ну, оценивают высоко. Высоко, да. Актерскую дропу, сам театр, такая вот семейная домашняя обстановка. И как бы, да, вот я тоже слышу мнение людей. И кто первый раз даже попадает в зрительный зал, они говорят, я ищу, приду. Да, вы знаете, вот он, наверное, все-таки завораживает театр чем-то. Наверное, игрой все-таки и большой любовью играть актерами нашего театра. Потому что они на самом деле вот такие необычные люди. Вот именно с актерским таким мастерством своим, которое дарят жителям нашего города. Нина Григорьевна, также в городе проходит много массовых мероприятий. Опять-таки, гуляние в парке, день города был такой. Пригласили Юлию Савичеву. Чья была идея? Вы знаете, вот день города получился очень на самом деле теплым, масштабным, таким ярким, запоминающимся. Идея пригласить Юлию Савичеву была мэра нашего города, Игоря Николаевича Сорокина. Это была его идея, которую удачно воплотили в жизни. Мы совместно с мэром, конечно, в первую очередь, Сергей Алексеевич Бондаренко, первый заместитель главы администрации города, секретарь местного отделения нашего партии «Единая Россия» Елена Ивановна Туркатова. Вы знаете, до того было выступление наших артистов, я их называю артисты, это наши уважаемые дети, учащиеся детской музыкальной школы, детской школы искусств и Центра развития творчества детей и юношеств. Это был совместный большой проект, праздник, который был воплощен в жизнь, я думаю, жители остались довольны, потому что яркое выступление Юлии, ну а потом была дискотека. Как Вы оцениваете, как все прошло? Вы довольны результатом? И вот этим годом, Днем города, я думаю, что он удался у нас, потому что оценку обычно дают жители нашего города. Мы слышали очень много теплых слов и в адрес Игоря Николаевича, мэра нашего города, в адрес Юлии Савича, в адрес выступающих наших детей и всей в целом концертной программы. Очень был красивым и ярким фейерверк, который завершил наше мероприятие, дискотека, которая собрала молодежь и была продлена даже тоже уже в нарушении некоторых времен, времени, но была как бы очень нужна наша молодежь. Ведь это ответственно и сложно, чтобы все было тихо, спокойно, культурно. В чем сложность? Вы знаете, что сложность, наверное, не было сложности, потому что были проведены не один оргкомитет, мэром города Игорь Николаевичем Сорокиным, где были поставлены задачи практически всем и по охране общественного порядка, по организации питания, по организации оформления прилегающей территории. Это и сцена, это и расположение различных баннеров, это и звуковые различные компоненты, которые присутствовали. Я думаю, что благодаря слаженной организованной работе всех служб так праздник удался, потому что это охрана общественного порядка, как я говорила тоже ранее. Это тоже немаловажно, потому что спокойствие в проведенных мероприятиях – это большое дело в целом городе. Вообще, так знаете, со стороны складывается мнение, что Ваша работа – это сплошной праздник. Но что остается за кадром, о чем мы не знаем? Вы знаете, праздник, культура – это праздник. Я думаю, что работа, может быть, она не видна, но на самом деле, чтобы организовать праздник, необходимо сделать очень большую работу. Работа проводится всегда совместными усилиями. Мы всегда собираемся вместе, определяемся, как мы будем проводить, набрасываем сценарный ход какой-то определенный. Далее выбираем, подбираем какие-то номера, потому что нужно подобрать же тоже какое-то направление определенное, в зависимости от темы того или иного мероприятия. Я всегда нахожу в понимании, это Надежда Николаевна Ситаренко, главный специалист отдела культуры, это наши директора школ, их заучи по работе, по учебной и воспитательной работе. Это, конечно, наши участники самодеятельности, это хоровые коллективы, это и клубы наши, все руководители клубов. Потому что мероприятия проходят, бывает, и по поселкам, и как-то вот мы координируемся, и в целом потом все удается. Поэтому каждому из них, всем, кто делает эту работу, огромное большое спасибо. Нина Григорьевна, наверняка у вас уже есть планы на 2015 год, поделитесь ими. Я надеюсь, что следующий год, год литературы, который тоже непосредственно близок к нам, это и библиотечные работники, и литература без культуры, я думаю, не может существовать. Мы будем работать также плодотворно, продолжать свои все идеи, мысли и направления. Мне хотелось бы, конечно, сказать, что мы планируем в 2015 году. Надеемся, что по Гуршу у нас будет построен новый клуб ГДК-ЭК. Благодаря администрации города и Гончарова Валентине Ивановне, это представитель Гурша в городе Новошахтинске. Это капитальный ремонт театра, я называю 2015 год, потому что, может, это будет что-то переходящее, но, тем не менее, эта работа уже на определенной стадии у нас сделана. Я верю в то, что мы отремонтируем клуб поселка Новая Соколовка, есть у нас проекты, есть контрольные мероприятия, которые определены губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым, поэтому это из таких капитальных. Хотелось бы сказать огромное спасибо депутатам Законодательного собрания Ростовской области Максиму Ивановичу Щаблыкину и Владимиру Ильичу Катальникову, так как в год культуры в этом году была выделена из резервного фонда средства на приобретение звукотехнического оборудования для учреждений культуры. Культуры костюмов, баяна, впервые вот за сколько лет музыкальный инструмент, это очень здорово, потому что этот сегодня стоит таких больших денег. Это латунная звезда, которая будет установлена в парке, это много еще различных мероприятий вот в этом направлении. Значит, следующий год мы также планируем новые фестивали, сохранить планируем фестиваль «Звезда родного города», потому что он был востребован, интересен и собрал большое количество. Планируем участвовать в областных мероприятиях, как всегда. Дети планируют участвовать в международных конкурсах и не только участвовать, но привозить награды, победы и быть лучшими, представлять наш город. Значит, вот планируем провести «Библия ночь», ну это традиционно проходит, но в этом году, так как год литературы, планируем более масштабно провести ее. 70-летие победы обязывает нас провести большое количество мероприятий в память о той победе, которая была завоевана нашими дедами и отцами. Сохранить память в эту честь, это празднование многих мероприятий, торжественных мероприятий. Ну, конечно, день города следующего года, это и 1 июня, это и 12 июня, это и день молодежи. Много всего, все по плану, как всегда. Я думаю, что будет выполнено благодаря такому трудоспособному коллективу людей творческих, инициативных, необыкновенно таких вот требовательных к себе и успешных в своих вот начинаниях. Я думаю, благодаря им, нами будут все поставленные задачи, которые мы ставим, будут выполнены в будущем году. Ну и пользуясь случаями, я, конечно, хотела поздравить всех своих сотрудников, каждого с Новым годом пожелать. Пусть следующий год будет ярким, замечательным, красивым, успешным. Будьте здоровы, счастливы, новых побед вам, творческих успехов и, конечно, исполнения всех наших с вами желаний. Будьте счастливы. Большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. У нас была в студии Нина Григорьевна Коновалова, начальник отдела культуры администрации города Новошахтинска. Редактор субтитров А.Семкин